А сейчас давайте присоединимся к Рефлодоллару и послушаем сегодняшнее послание. Благодарение Богу за это незаслуженное благоволение, за благодать, которая была дана нам. Благодать ему спасены через веру, и мы никогда ничего не смогли бы сделать, чтобы заслужить рождение свыше. Тем не менее, нам было явлено незаслуженное благоволение Божье, и мы спаслись, родились выше. Библия говорит в первой главе послания к Римлянам, когда Павел готовился проповедовать о благодати в Риме, он сказал, «Я не стыжусь благовествования Евангелия Христова». А мы знаем, что Евангелие Христова — это благодать Христова. Евангелие — это благая весть о незаслуженном благоволении к нам и Иисуса. Я не стыжусь благовествования Евангелия Христова, потому что оно — есть сила Божия ко спасению. Это Евангелие сделало нам доступным все, что было совершено кровью Иисуса. Я говорю о завершенных делах Иисуса. Ваше избавление — это завершенное дело Иисуса Христа. Это было совершено в день, когда Он пролил свою кровь за нас и заплатил за нас цену. Это произошло почти две тысячи лет назад, братья и сестры. Ваше исцеление было приготовлено две тысячи лет назад. Ваше избавление было приготовлено две тысячи лет назад. Ваше преуспевание было приготовлено две тысячи лет назад. Все, о чем говорит план искупления, было совершено и приготовлено две тысячи лет назад. Этой истиной надо обновлять свой ум Вам надо перестать думать Что когда в вашей жизни случается какая-то ситуация Вы должны обращаться к Богу И просить что-либо сделать по поводу этой ситуации Вам надо обновлять свой ум, чтобы понимать Когда в вашей жизни происходит какая-то тяжелая ситуация Или случаются какие-то обстоятельства Вы не должны сразу думать Я должен упросить Бога, чтобы Он разрешил эту ситуацию Нет, вы должны думать и говорить Благодарение Богу, Он уже решил эту ситуацию Что бы ни случилось В вашем сердце должно быть благодарение Боже, благодарю Тебя за завершенные дела Иисуса Христа Намного легче пойти и воспользоваться тем, что уже завершено Чем пытаться создать то, что еще не было сделано Итак, обновление ума в этой области Это уже сделано Это уже сделано Это завершенное дело Иисуса Христа Благодарение Богу за то, что это завершенное дело Иисуса Благодарение Богу за то, что вот это завершенное дело Иисуса Благодарение Богу за то, что это уже существует Хвала Богу Иисус уже сделал это для меня Его кровь открыла путь для меня Что бы это ни было Кто-то говорит «Мне нужна работа. Разве вы не знаете, что Бог знал, что вам нужна будет работа? Он уже приготовил для вас прекрасную работу». Она уже есть. Я уверен, что многие люди думают так. Если она уже есть, то почему я ее не получил? Это потому, что мы не понимаем. Обратите внимание на то, что я скажу. Как ходить в духе, чтобы воспользоваться тем, что уже даровано нам. Братья и сестры, в это утро я хочу поговорить с вами о мудрости. Потому что мудрость — это знание, что делать, когда вы не знаете, что делать. Нормально, что в критический момент вы не знаете, что делать, но Бог уже сделал мудрость доступной вам. Чтобы, когда вы не знаете, что делать, мудрость Божья уже стала доступной вам. Чтобы вы знали, что делать, когда вы не знаете, что делать. На прошлой неделе мы начали говорить о Святом Духе, о том, кто Он, и о том, для чего Он был послан, чтобы быть для нас невидимым соработником и проводником, наставляющим нас на всякую истину. Одним из утверждений, которые я сделал на прошлом служении, было следующее. Единственное, как вы сможете переживать силу Божию внутри вас, это если будете ходить в духе. Вы должны верить в то, что не имеет вообще никаких доказательств и свидетельств в физическом мире. Вам надо пойти дальше физического и признать, что существует духовный мир, и в этом духовном мире существует все, что вам необходимо для жизни и благочестия. В послании к Ефесинам 1.3 говорится, что вы уже были благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах, а Христос внутри вас — упование славы. Всякое благословение, которое понадобится вам в вашей жизни, уже было вложено в ваш дух. Послушайте, внутри вашего нового творения, а новое творение — это ваш рожденный свыше дух, внутри вашего нового творения есть все, что вам понадобится для жизни и благочестия. Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, вы внутри себя уже имеете решение проблемы. Выходите. Вы носитель славы. Вы носитель ответа, который пытается получить от Бога. Понимаете? Я хочу, чтобы вы имели больше веры в то, что Иисус уже сделал в противоположность тому, что вы можете сделать для Иисуса, чтобы побудить Его что-то сделать для вас, из-за того, что вы не верите в то, что Он уже это сделал. Поэтому вам надо обновлять свой ум. Вам надо обновлять свой ум. Все уже сделано. Это завершенное дело Иисуса Христа. Все, что мне нужно, уже есть во мне. Всякое духовное благословение уже есть во мне. И теперь, Господь, мне необходимо знать, что делать. Слава Богу! Мне необходимо знать, что делать. Ходить в Духе. Значит, ходить в Слове Божьем. Вы знаете, что невозможно ходить в Духе, не ходя в Слове Божьем, верно? Поэтому, будучи христианином, я должен пребывать в Слове. Недостаточно говорить, что я христианин, при том, что я не пребываю в Слове. Потому что Слово духовно. Недостаточно носить футболку со словами из Иоанна 3,16 и говорить «Я христианин». В конечном итоге вам, как христианину, надо знать, как сделать так, чтобы благословения проявились в этом физическом мире. А для этого надо пребывать в Слове. Библия говорит «Откровение слов твоих просвещает». Аллилуйя! Разве вы не понимаете? Если вы каждый день пребываете в Слове, вы каждый день пребываете в свете. И бывает так, что свет сияет, и на что-то другое. Вы открыли Слово по одной причине, но поскольку «Откровение слов» его просвещает, вы получаете ответ на другой вопрос. И не обязательно это должно быть долго. У вас ежедневно чтение Библии, и вы читаете Писание 10-15 минут. «Откровение этих слов» принесет свет. Я хочу, чтобы вы поняли. Мы никогда не тратим время зля, когда решаем читать Слово Божье. Чтение Слова Божьего должно быть частью нашей повседневной жизни. Почему? Потому что нам нужен свет для возникающих ситуаций. То, чем я поделюсь с вами, я молился об этом последние три дня. Я не просто собирался чем-то поделиться, но я просил Духа Святого ввести меня в сегодняшнем учении. То есть, как научить вас тому, в чем вы нуждаетесь? Своими способностями? Я этого достичь не смогу. Прочитал текст, написал план. Вчера я был на банкете и писал Слово на программке, а потом не знал, с какой стороны начинать учить. В конце концов, я сказал, «Господь, я должен учить тому, чему учу. Я должен доверять Тебе, чтобы Ты показал мне, а затем я показал им то, что никто из нас не может видеть». Давайте честно. Кто из вас знает, что легче было бы следовать десяти заповедям, которые записаны, чем следовать за Духом Божьим, которого вы не видите? Однако преимуществ следования за невидимым соработником намного больше. Вам понятно, о чем речь? Поэтому я хочу пригласить вас в настоящую христианскую жизнь. Я убежден. Я узнал об этом на прошлой неделе. Господь сказал мне, «Церковь должна пройти через процесс детоксикации». Какой детоксикации? Детоксикация от религии. Мы услышали и усвоили столько неправильного за эти годы, что когда я говорю с этой кафедрой определенные вещи, особенно последние два года, ваш дух радуется и говорит, «Я знал, что так оно и есть». Но ваш ум, часть, которой необходимо пройти детоксикацию, говорит, «Минутку, а как же насчет того, что я слышал пять лет назад?» Нам нужно пройти процесс детоксикации. Ты пойдешь в ад, если не споешь тогда, когда Господь говорит тебе спеть. Вам надо пройти детоксикацию. Садитесь и не делайте этого. Вы все слушаете? Я вас подготовил к путешествию вместе со мной? Итак, вам необходимо научиться ходить в духе. Вам необходимо научиться ходить с духом для того, чтобы стать просвещенным и получить обетование. Книга, притч, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа, доверяй Господу всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». «Доверяй Господу в своем духе». Как мне доверять Господу в своем сердце и не полагаться на то, что происходит в моем разуме? Как мне это сделать? Ваш дух уже верит Слову Божьему, верно? А ваше тело уже верит чувствам. И если ваш разум не был обновлен Словом, он тоже верит чувствам. Итак, ваши физические чувства, то, что вы видите, слышите, ощущаете, ваше тело верит тому, что оно видит, оно верит тому, что ощущает, и тому, что видит, и необновленный ум верит тому же, чему верит ваше тело. Итак, верить сердцем или духом попросту означает то, что я верю Слову. Даже когда мое тело видит, слышит и ощущает нечто иное, я буду верить Слову Божьему. Скажите, я верю Слову Божьему. Но как вы будете верить Слову Божьему, если не знаете его? Вас просят верить в то, чего вы не видите, и я говорю вам то, что вы не видите, но можете увидеть Слове Божье. Читая Слово, вы видите там то, чего не видите в физическом мире. Для плотского человека сказанное мною не имеет никакого смысла. Что вы сказали? Для того, чтобы увидеть Духовное, Слово Божье — это зеркало. Поэтому, если вы хотите увидеть что-то, касающееся вашего Духа или Духовного, вы должны посмотреть через Слово Божье. Увиденное через Слово Божье вы не увидите сразу же в физическом мире. Но если вы, увидев благословение в Слове Божьем, используете свою веру, тогда ваша вера проявит то, что проявлено не было. Если вам это понятно, скажите «Аминь». Хорошо. Давайте начнем с 16 главы Евангелия от Матфея. И здесь я применю несколько другой подход. Что бы вы сделали, если бы Бог сказал вам секрет того, как за два часа освободиться от долгов? Для вас бы это что-то значило? Или, что бы вы сделали, если бы Бог открыл вам пять стопроцентных способов лечения любого вида рака? Это сделало бы вас богатым, не так ли? Или, что бы вы сделали, если Дух Божий сказал вам, «Я знаю, где спрятан миллион долларов». Хочешь, я тебе покажу, где он? Вы бы сказали «Спасибо, Господь». С этого и надо начинать «Спасибо, Господь». Я говорю о реальном, а не о чем-то невозможном. Просто христианам надо войти в то, что принадлежит им и было сделано доступным для них. Просто для этого нужна вера. Иисус какое-то время общался со своими учениками, и люди говорили самое разное о том, кем он был. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. В 13 стихе говорится, «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы, те, с кем я общался, за кого почитаете Меня?» Симмон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос». Слово «Христос» переводится «Помазанник». Христос — это не фамилия Иисуса. Аминь? Кто-то спрашивает, «А какая фамилия у Иисуса?» Христос. Нет, слово «Христос» переводится «Помазанник». Ты — помазанник. Кто-то спросит, «А что, у него не было фамилии?» Ну, если бы у него была фамилия, то это было бы «Есмь». Когда Моисей спросил Бога, «Что я скажу народу, кто послал Меня к ним?» Скажи им, что «Я, Есмь, послал тебя к ним». Раз Бог назвал себя «Я, Есмь», и Иисус его сын, тогда фамилия Иисуса — «Есмь», и они из семьи — «Есмь». Он есть. Есть что? Все, что вам нужно. Слово «Христос» переводится «Помазанник». Иисус — «Помазанник». Петр сказал, «Ты — Христос, помазанник, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Это очень интересно». Посмотрите, что тут написано. Иисус сказал ему в ответ, «Я спрашиваю, на какой вопрос он отвечает?» Где этот вопрос? Где тут вопрос? Прияжив страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию». Или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Я понимаю, что ученики отвечали на вопросы Иисуса, но где же вопрос, на который отвечает Иисус?» Вот что произошло. Петр, отвечая, сказал, «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Петр взял эту информацию, это знание не из собственного ума. Это пришло прямо от отца к нему. Это подрясло его, и он спросил, «О, что я только что сказал?» И Иисус ответил ему. Кто-то спросит, «Откуда вы знаете, что это был вопрос?» Посмотрите на ответ. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Имя Петра было Симон, сын Ионин. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Петр сказал, «Ты — Христос, Сын Бога Живого». О, откуда это пришло?» Иисус сказал ему в ответ, «От отца моего». «Это пришло тебе от моего отца». Это пришло не через размышления твоего разума, не благодаря обучению в воскресной школе, не пришло благодаря твоему обучению в семинарии. Это пришло от отца моего. Здесь Бог открывает тайну человеку. «А у человека не было этого знания в разуме, но Отец Небесный дал его ему». Кто-то спросит, «А чем Петр заслужил такое откровение?» В этом-то и дело. Ему было явлено незаслуженное благоволение Божье, и ему было сказано то, чего он не знал. Кто из вас готов узнать то, чего вы не знали? Прежде всего, вам надо перестать жить так, как будто вы все знаете. Аминь? Прежде всего, вы должны покориться отцу и сказать, «Отец, я очень многого не знаю». Я в любое время готов выслушать о тебе то, чего я не знаю. Я верю и чувствую, что в это утро некоторые из вас, выйдя отсюда, услышат то, чего вы не знали. Одно дело — слушать то, что говорю я, но я говорю не о том, чтобы только слушать. Я говорю о том, чтобы слышать больше того, чем говорю я. За этой проповедью есть голос, который проговорит к вам сегодня. За этой проповедью есть слово, которое вы услышите сегодня. И не может быть духовного прорыва, пока вы не услышите слово «рэма». Сейчас я учу написанному слову, но за написанным словом стоит слово «рэма». Вы не увидите никакого духовного прорыва, пока не услышите слово «рэма» за написанным словом. Какая разница между двумя людьми? Стоящими на одном и том же месте Писания, при том, что один получает результаты, а другой нет. Разница в том, что один человек только лишь читает написанное слово, а другой, читая написанное слово, услышал и слово «рэма». Кто-то спросит, «Но как сделать, чтобы это произошло?» Вам не нужно что-то делать, чтобы это произошло. Вы просто помещаете себя в позицию благодати. Бог знает, кто вы. Бог знает, в чем вы нуждаетесь. Но не надейтесь, что Бог все будет делать за вас. Он хочет, чтобы что-то слушали и реализовывали вы. Аминь. Кто-то сказал, «Бог не будет делать то, что вы можете делать, но будет делать то, что вы делать не можете». Господь, дай мне работу. Вы хотите, чтобы Бог послал человека к вашему дому, чтобы этот человек постучал вам в дверь, чтобы он объявил вам, «У меня для вас есть работа, и вот уже заполненное заявление». Бог этого делать не будет. Не будьте лентяем. Идите туда, куда Бог указал вам. Итак, вот Симон, сын Ионин. Он получил эту информацию. Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Открыли, значит, это знание было открыто ему. Это знание, которое было открыто. Это знание, открытое ему отцом. И это называется откровение. Откровение — это знание, открытое вам не через ваши умственные способности, но это знание и информация, которые пришли прямо от Отца. Знание по откровению. Пойдем дальше. «О Иисус!» И я говорю тебе, «Ты Петр». Его имя было Симон. Но здесь Христос называет его Петром. Он говорит, «Ты Петр». Он говорит, «Ты часть этого камня». Буквально «Петр» означает «камень». «Ты Петр». То есть, теперь ты более тверд, чем раньше. Благодаря тому, что я тебе показал, ты теперь тверд. Ты теперь Петр. Ты теперь Петр. Благодаря тому, что только Стос сделал Отец. Благодаря тому, что показал тебе Отец, ты стал Петром. Ты теперь тверд, как камень. Слава Богу. Смотрите. «И на сём камне...» Сей камень имеется в виду не Петр. Религия учит вас, что этот камень Петр. Но сей камень — это откровение. «И на сём камне я создам...» Что? Скажите своему соседу. «Здравствуйте, церковь». Христос говорит не о здании. Он говорит, «На сём основании я буду созидать вас». «Я буду созидать вас от бедности к преуспеванию». «Я буду созидать вас от болезни к исцелению». «Я буду созидать вас от рабства к избавлению». Как я буду это делать? Я буду созидать вас через то, что буду открывать вам, и через то, что вы будете слышать. Воскликните. «Слышащее сердце». Или «Сердце, чтобы слышать». «Я буду созидать свою церковь через откровение». Видите эту последнюю часть? «И врата ада не одолеют её». «Слава Богу». «Господь говорит». «Я хочу что-то показать вам». «И если вы увидите, то даже ад не сможет остановить это откровение». «Когда у вас есть откровение, вы не можете проиграть». «Никто и ничто не может остановить человека, который является носителем знания по откровению, носителем того, что он получил от Бога». Что бы там ни говорили люди, вы знаете, что спасены, и изменить этого не можете. Вспомните, это Пётр, это Симон Пётр, получивший откровение, так? Он получил откровение о том, что Христос — Сын Бога Живого. Тем не менее, Пётр — это тот самый человек, который трижды отрёкся от Христа. Если кто и знал, кто такой Иисус, так это Пётр. Тем не менее, он отрёкся от Иисуса трижды. Поймите это. Вы можете себе представить, под какой тяжестью вины и осуждения находился Пётр. Он переживал такую вину и осуждение. Ведь он получил откровение о том, кем был Иисус, и тем не менее, отрёкся от Него. Смотрите. Вы помните, после того, как Иисус воскрес из мёртвых, ангел сказал, «Идите, скажите ученикам Его и Петру». Иисус известил его о том, что он жив. Он сказал, «Теперь у меня есть доказательство истинности того, что Отец открыл ему». Увидев Петра, Иисус спросил его, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Пётр говорит ему, «Так, Господи». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Иисус снова спросил его, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Тот ответил, «Да, Господи». Ты знаешь, что я люблю тебя. «Паси овец моих». Иисус спросил его в третий раз, я спросил Господа, «Почему ты спросил его три раза о том, любит ли он тебя?» Он ответил, «Он трижды отрёкся от меня. Поэтому я сделал так, что он трижды исповедовал, что любит меня, чтобы отменить его отречение». Какая разница между Иудой, который пошёл и повесился, и Петром, который, как мне кажется, подумывал о том, чтобы сделать то же самое? Разница вот в чём. У Иуды не было откровения о том, что Иисус есть Христос, сын живого Бога. Иуда думал, что Иисус просто могущественный человек, который сможет сменить правительство. Но у Петра было откровение. А когда у вас есть откровение, вы не можете себя убить. Вы не можете повеситься, потому что слишком много знаете. Вы слишком много знаете о Христе. Это здание не было дано Петру людьми, но было открыто ему Отцом Небесным. Апостол Прайс заболел, и многие подумали, что он скоро умрёт. Но он не умер. И его спросили, «Как это вы не умерли?» Вот как ответил Апостол Прайс, «Я слишком много знаю». «Как это вы не остались нищим на всю жизнь?» «Я слишком много знаю». «Почему, когда мир сбивает вас с ног, вы всегда поднимаетесь?» «Я слишком много знаю». «Как у вас не случился нервный срыв вчера?» «Я слишком много знаю». «Я провожу с ним слишком много времени, и он слишком многое открывает мне». «Приш 20, 27». «Светильник Господень — Дух Человека». «Где вы используете светильник?» «В тёмных местах». «Он даёт свет, не так ли?» «И он указывает вам путь, чтобы вы не споткнулись и не упали в яму». Об этом и говорит Писание. «Ваш Дух — светильник, который Дух Святой будет использовать для водительства». «Аллилуйя». То есть, он будет вести вас через вашего внутреннего человека. Он будет говорить с вами через вашего внутреннего человека. Помните о том, что ваш внутренний человек рождён свыше, и он есть новое творение. Это та часть вас, куда вселился Бог и где он живёт. «Аллилуйя». А голос вашего Духа — это ваша совесть. чувство, ваши чувства — это голос вашего тела. Рассуждение — это голос вашей души. Рассуждение — это голос души. Чувство — это голос вашего тела. Но ваша совесть — это голос вашего Духа. Теперь, когда вы рождены свыше, и Дух Божий живёт в вас, Дух благодати живёт в вас, Вы можете доверять своей совести, потому что у нее новый корень. Она новое творение. Поэтому, когда вам говорит ваша совесть, не игнорируйте ее. Когда у вас предчувствие, когда вы говорите, я чувствую, что надо это сделать, я чувствую водительство, чтобы сделать так, не игнорируйте. Это голос вашего духа. Голос вашего духа будет говорить с вами. Я обнаружил, что многие люди, ходящие в церковь, слушают голос религии и не обращают внимания на голос своей совести. Это так просто. Я не верю, что человек умирает без предупреждения от Святого Духа. Я считаю, что в каждой ситуации Дух Святой что-то говорит, и вы либо игнорируете его голос, либо слушаете. Дух Святой может сказать вам, завтра пойди к врачу и проверься. Сделаю это потом. Минутку. Это был голос вашей совести, через который Дух Божий сказал вам то, о чем вы даже и не думали. Или Дух Святой может сказать вам, ты пьешь недостаточно воды, тебе надо больше пить жидкости. Он говорит вам, но вы игнорируете. Плохо нам от Божьих советов не будет. Бог очень сильно любит нас. А я вам вот что скажу. Не пойду к врачу, потому что врачи от дьявола. Сатана никогда ничего общего с медициной не имел. Я прав? Поэтому нам нужно полагаться на Святого Духа, чтобы настроиться на принятие того, что Он желает нам дать. А сейчас я дам определение знанию, что приходит через откровение. Это другое слово. Мудрость. Все доскажем мудрость. Итак. Откройте четвертую книгу царств. Главу третью. Четвертый царств. Глава третья. Пожалуй, третью царство откроем. Давайте ее. Посмотрим на Соломона. Написано, что он был мудрейшим на земле человеком. Третья царств. Глава третья. Третья царств. Три-три. Если открыли, скажите аминь. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон о том жертвеннике». Тысячу всесожжений. Вы представляете, сколько понадобилось усилий, чтобы приготовить тысячу всесожжений? Соломон принес тысячу всесожжений. Посмотрите, что произошло после того, как он принес эти всесожжения. Пятый стих. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, «Проси, что дать тебе». Остановимся здесь. Кто из вас хотел бы, чтобы Бог явился вам во сне и сказал, «Проси, что дать тебе». Похоже на джина, который появляется и говорит, «У тебя есть три желания». Я никогда не понимал, почему люди соглашаются на три желания. Если бы такое произошло на самом деле, я не стал бы говорить три желания. У меня было бы одно желание. Какое? Неограниченное? Мне не нужны никаких три желания. Я хочу, чтобы каждый раз работало одно. Посмотрите, что он. Он. Послушайте, вот Бог спрашивает его, «Чего ты хочешь? Проси, что дать тебе. Не знаю, что было бы современными христианами. Чего ты хочешь? О, аллилуйя, спасибо Господь. О, да, я хочу быть с тобой». И в следующую секунду падайте замертво. Ты же попросил быть со мной, так и произошло. Вы посмотрите. «Проси, что дать тебе». Это потрясающе. «Проси все, что хочешь». В Библии сказано, что он попросил. Смотрите. Девятый стих. «Даруй же рабу твоему». Вот чего Соломон попросил. «Сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Глядя на это место Писания, я понимаю, что речь идет о мудрости. Но послушайте этот стих в расширенном переводе. «Даруй же рабу твоему, понимающий ум и слышащее сердце». Вау. «Слышащее сердце». «Понимающий ум и слышащее сердце». Братья и сестры, как вы думаете, что бы вы могли сделать, если бы слышали Бога? «Слышащее сердце». «Даруй же рабу твоему, понимающий ум и слышащее сердце». Этого Бог и хочет. Он хочет, чтобы люди слышали Его. Потому что под заветом благодати самое главное — быть вводимым Духом Божьим. мы столько времени тратим на то, чтобы стать профессиональными христианами, что не понимаем. Самое важное, что мы можем сделать — слышать Бога. «Слышащее сердце». «Слышащее сердце». «Мудрость». «Вот что нам нужно». «Сердце, чтобы слышать» «и понимать то, чего вы не понимаете». «Важно иметь мудрость и такое сердце, чтобы слышать» «и понимать то, чего мы не понимаем». «Как вы думаете, кем бы мы были, какой была бы наша жизнь, если бы у нас было сердце, которое бы слушало Бога и понимало то, что мы пока не понимаем?» «Как думаете, какими бы были наши отношения с Богом, если бы частью нашего образа жизни было слушание Бога и разумение того, что мы пока не понимаем?» «Разве дьявол сможет сделать что-то с христианином, у которого духовно чуткое сердце? Понимание того, чего мы пока еще не поняли?» «Потому что в большинстве случаев мы разочаровываемся, когда чего-то не понимаем». «Что происходит?» «Не понимаю». «Я не понимаю, что произошло». «Я не понимаю, почему так сказали». «Я не понимаю этого». А Бог «Эй, я это все понимаю. Я это все понимаю. Я это все понимаю миллионом разных способов. Если я дам тебе один, это уже принесет тебе пользу. Но дело вот в чем. Чтобы получить доступ к Божьему голосу, надо получить доступ к личности. Таково дело Духа Божьего. Открыть вам доступ к тому, чего вы не понимаете. Все наше общество основано на том, что люди не понимают. Вот в чем дело. Когда вы не ищете понимания от истины, вы начинаете получать понимание от фактов. А они разные. Может быть фактом то, что у вас рак, но истина в том, что ранами Иисуса вы исцелились. Факты могут убить вас, но истина — освободить. Мы живем в мире, который старается получить ответы из любого источника, только не от Бога. И знаете, куда это ведет нас? Глубже и глубже во тьму. Потому что мы не идем к свету. Мы не обращаемся к Слову, не обращаемся к Духу Божьему. Мы не идем к свету. Мы обращаемся к тому, что говорит об этом образовании, что говорят люди в блогах. И знаете, на что вы в итоге полагаетесь? Вы полагаетесь на голос этого мира. Это не истина, а лишь то, что думают все. Итак, все думают, что так правильно. А поскольку все думают, что так правильно, то и вы думаете, что так правильно. И вот однажды то, что думают все, становится как бы истиной. И вы не понимаете, каким это образом это вдруг стало истиной. Это стало как бы истиной, потому что вы не обращались к источнику истины. Вы обращались к другим источникам, но только не к истине. Сейчас мир утверждается на истинах, источник которых неизвестен. Люди едва придерживаются декларации о независимости в нашей Конституции. Написавшие документ обращались к источнику истины. А мы обращаемся к ценностям этого мира, а они противоречат документу. Этот документ был рожден от молитвы и поста. Конституция Соединенных Штатов Америки была рождена от молитвы и поста христиан, мужчин и женщин, которые верили в Бога, людей, которые читали Библию и изучали ее. Конституция была рождена от Духа. Движение за гражданские права не было чем-то случайным. Сейчас мы пытаемся убрать истину из этого движения, в то время как оно пришло от Духа. Движение за гражданские права было рождено от Духа. Оно вышло из сердца проповедника. Эта истина была открыта его жене и ему. Они начали нечто, происшедшее от знаний по откровению. А теперь люди пытаются что-то поучить о движении, игнорируя источник, из которого движение произошло. Таким мы делаем то же самое. Сейчас есть люди, не желающие знать истину. Библия говорит об этом, что в последние времена люди не будут хотеть истины, они будут самолюбивы и так далее. Нет, нет, они не хотят истины. Они не хотят истины. Церкви превратились в необязательные для посещения развлекательные центры. Мы пытаемся придумать, как еще развлечь людей, чтобы они приходили в церковь, вместо того, чтобы учить их Слову Божьему. Сейчас перед вами я даю обет. Я никогда не перестану учить Евангелию, даже если вы перестанете приходить на служение. Даже если мне придется проповедовать это Евангелие перед пустыми стульями, я все равно не пойду на компромисс. Потому что если вы постоянно получаете как бы истину из превозносящихся мыслей этого мира, то приходит разрушение. Прежде всего, развивается безнравственность, и первой жертвой такого подхода становится нравственность людей. Если падает нравственность, то величие этой страны заканчивается. Что было бы, если бы мы слышали Бога? Я сформулирую по-другому. Что произойдет со всеми вами, когда вы начнете слышать и повиноваться Богу? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса Моего». Значит, если вы рождены свыше, вы его овцы. Возможно ли, чтобы я слышал его голос? Иисус сказал, «Овцы мои слушаются голоса Моего». Почему? Потому что они знают Меня. Требуется откровение внутри вас. Вам необходимо знать его. Знать не о нем. Вы должны знать его. Проводить с ним время. Чтобы, придя в церковь, вы знали его, а если вы знаете его, вы слышите его. Однако, если вы изображаете, будто знаете его, тогда вам приходится изображать то, что вы его слышите. Если вы изображаете, что знаете его и что слышите его, то это свидетельство того, что вы его не знаете. Действуют ли у вас откровения, «Я рожден свыше, и Иисус мой Господь» «Есть ли у вас откровение, которое вызывает у вас слезы?» Вы достаточно долго думаете о благости Божьей, о том, как Он сильно любит вас, о том, как Он открыл вам путь, Он заплатил ваш долг за грех, о том, как вы посажены с Ним на небесах, о том, что вы не идете в ад, благодаря тому, что сделал Иисус, о том, что вы больше не в рабстве, и вдруг вы начинаете радоваться, что-то происходит внутри вас. Он начинает двигаться на алтаре вашего сердца и при том, что вы такой мужественны, слезы начинают течь из ваших глаз, и не потому, что вы знаете о Нем, но вы знаете Его. Иисус мой друг. Я знаю Его. А зная Его, вы будете слышать Его. Нет необходимости обучать семи шагам к слышанию Бога. Зная Его, вы будете Его слышать. И Он выбирает странные места и времена, когда начинает говорить. Вы будете в магазине выбирать помидоры, и Дух Святой станет говорить к вам. Это единственное, что заставит вас сделать паузу, когда вы, глядя кому-то в глаза, ведете разговор, и пока вы говорите, Дух Святой говорит с вами. Послушайте, вы не можете выбирать время, когда Он должен говорить с вами. Когда Он начинает вам говорить, бегите срочно за ручкой и блокнотом. Оставляйте все свои дела. Минуту, я должен это записать. Дух Святой только что проговорил ко мне. Вы будете петь песню, и Он проговорит к вам. Вы будете на улице, и Он проговорит. Вы будете одеваться, и Он проговорит. Вы начнете спор со своим мужем или со своей женой, и Он проговорит к вам. То, что Он вам скажет, предназначен для того, чтобы сделать вас лучше, чтобы созидать вас. Но вы его не услышите, если вы его не знаете. И вам будет трудно знать Бога, если вы продолжаете заниматься самобичеванием, продолжаете осуждать себя из-за религиозных законов, которые говорят вам, что вы нехороший, что вы несовершенный. Посмотри, что ты сделал вчера вечером. Ты принял спасение, но Бог не может любить тебя из-за того, что ты сделал. Нет, нет, нет. Вы должны понимать, что Иисус совершил все. Вы должны понимать, что вы ничего не сможете сделать. Слава Богу! Чтобы заставить Бога перестать любить вас, перестать заботиться о вас и благословлять вас. Почему? Потому что все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие, аллилуйя, были вменены на счет Иисуса. Поскольку Бог перевел все ваши грехи на счет Иисуса, Он не будет переводить их на ваш счет. Итак, Иисус буквально снял с вас бремя греха, чтобы вы могли жить в присутствии Божьем, не потому, что вы заслужили это, но по причине Его любви к нам. Однако, если вы будете продолжать пытаться стать достойным того, чтобы слышать Бога, если будете продолжать пытаться стать достойным благословения и не будете принимать верой то, что сделал Господь, вот что говорит Писание в 4 главе послания к римлянам, Бог не вменяет вам грехи. Вы стали праведным не потому, что делали хорошие дела. Вы стали праведным не потому, что поступали правильно. Сыны Израилевы были избавлены из Египта не потому, что у них было хорошее поведение. Бог благ вам не потому, что вы хороший. Вы нехорошие, как и все мы. Если бы все мы получили, вы понимаете, все, через что прошел Иисус, предназначалось вам и мне. Побои, которые Он принял, предназначались мне. Наказание, которое Он принял, предназначалось мне. Гнев и ярость, относившиеся ко мне, были излиты на Иисуса. Когда Бог оставил Иисуса, Он должен был оставить меня. Вместо Иисуса должен был я идти в ад. Иисус никогда не грешил. Все, что Он прошел, предназначалось нам. Иисус принял все мучения и страдания на Себя, чтобы вам принять то, чего вы не заслуживаете. Вы не заслуживаете того, чтобы обладать благословениями. Вы не заслуживаете того, чтобы ходить в милости. Вы не заслужили Духа Святого. Вы не заслуживаете того, чтобы иметь откровение. Но Иисус взял на Себя весь ваш грех, чтобы вы имели право получить все Его благословения. И Он хочет говорить с вами. Он хочет вести вас. Он желает преобразовать вас. Он покажет вам, как достичь совершенства не через закон, но по водительству громогласного голоса, который говорит в нашем духе. Но вы должны знать Его. И я говорю о знании по откровению. Мне необходимо откровение Иисуса. Кому я сделал до 50 мест Писания, которые вы знаете наизусть? Да, замечательно, что вы заучили их. Это кому-то поможет. Слава Богу. Но знаете ли вы Иисуса лично? Слышащее сердце. Откройте книгу-притч, 4 главу. Мы все знаем, что сегодня я не закончу учить на эту тему, но получите все, что можете получить из сегодняшнего послания. Дома еще раз прочтите эти местописания, и пусть Господь даст вам откровение о себе. Слава Богу. Если бы я мог взять с собой брата Доллара, я был бы в огне для Господа весь день. Но Таффи не позволит вам взять меня к вам домой. Этого не произойдет. О, если бы брат Доллар был со мной. Нет, вы не сможете. Этого не произойдет. Ну, разве что вы испечете яблочный пирог. Ну, и тогда этого не произойдет. Такого не будет. Ну, вот что я вам скажу. Вы можете взять домой диск с моей проповедью и делать все, что захотите. Замолчи, Доллар. Нажимайте стоп. Повтори, Доллар. Перемотка назад. Еще раз, Доллар. Перемотка назад. Паузу, Доллар. Пауза. Молчи, Вечер, Доллар. Отключайте от сети. Пойдем дальше. Пятый стих. Приобретай мудрость. О, на следующем служении я покажу вам 4-5 вещей, которые вы можете сделать, чтобы позиционировать себя для приобретения мудрости. Потому что если бы вы не могли приобрести ее, это местописание не начиналось бы со слов «приобретай мудрость». Приобретай мудрость. Приобретай разум. Понимание. Не забывай мудрость. Там, где обозначена мудрость, я буду вставлять это слово. Приобретай мудрость. Приобретай разум. Понимание. Не забывай мудрость и не уклоняйся от слов уст мудрости. Не оставляй мудрость, и мудрость будет охранять тебя. Люби мудрость, и мудрость будет оберегать тебя Главное — мудрость Приобретай мудрость И всем именем твоим приобретай разум Понимание Высоко цени мудрость И мудрость возвысит тебя О, речь идет о повышении Мудрость прославит тебя Если ты прилепишься к мудрости Возложит на голову твой прекрасный венок Доставит тебе великолепный венец Слушай, сын мой И прими слова мои И умножится тебе лета жизнь Я указываю тебе путь мудрости Веду тебя по стезям прямым Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой И когда побежишь, не споткнешься Крепко держись наставление Не оставляй мудрость Храни мудрость Потому что мудрость — жизнь твоя Кто из вас знает, что у Бога нет лицеприятия? Спрошу еще раз Не надо отвечать громко, но я хочу, чтобы вы услышали меня Кто из вас знает, что у Бога нет лицеприятия? Не говорили ли мы о человеке, который просил Бога о мудрости И Бог дал ее ему? Вы хотите сказать мне, что раз он просил о мудрости И я могу просить о мудрости? Поднимите руки и повторяйте за мной Отец Небесный Я прошу, дай мне мудрость Чтобы жить под заветом благодати Я прошу, дай мне мудрость Чтобы возвратить все, что дьявол украл у меня Я прошу, дай мне мудрость Чтобы ходить в здравии и преуспевании Я прошу, дай мне мудрость Чтобы жить в любви даже с моими врагами Я прошу, дай мне мудрость Чтобы общаться с тобой Я принимаю ее сейчас Во имя Иисуса Аминь Мы только что прочитали Не оставляй мудрость Каждый день напоминайте себе У меня есть мудрость Божья В послании к Колосе нам сказано Что мы должны молиться Павел молился церкви Молюсь о том, чтобы у вас была мудрость Чтобы у вас был дух мудрости Чтобы у вас было знание воли его Со всей мудростью и духовным пониманием Скажите, чтобы мне иметь всю мудрость И духовное понимание Дух могущества пребывает во мне Я знаю, как мне поступать Я живу в благословении Через Иисуса Христа Не оставляйте этого Это работает Пребывайте в мудрости Это работает сейчас Что-то происходит в духовном мире Слава Богу Ангелы толпятся здесь Если бы вы заглянули в духовный мир То увидели бы Как ангелы действуют Потому что у них есть задание Они движутся Выходя отсюда, не говорите Я ни в чем не разобрался Я ничего не понял Не говорите так Выходя отсюда, скажите Спасибо, Боже, за твою мудрость Столкнувшись с ситуацией, скажите Господь, спасибо У меня есть мудрость И я знаю, что надо делать Я сказал На прошлой неделе я кому-то сказал Вот чего не хватало нам На прошлой неделе в Нью-Йорке я сказал Вот чего не хватало нам Если мы будем ходить в мудрости Божьей Мы получим доступ ко всей благодати Божьей Господь, я благодарю Тебя за мудрость То, что уже произошло в нашей жизни Мы не должны ставить заслугу себе Это было бы высокомерием Боже, я благодарю Тебя за мудрость Слава Богу Редактор субтитров А.Семкин